Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала обо всем, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры в разных форматах, сравнительные тест-драйвы и обзоры тех планов, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а если вас интересуют наши автомобили в наличии, либо наши вакансии, все это вы можете увидеть на нашем сайте. Ссылочки будут на экране. Mitsubishi Outlander. Культовый кроссовер от японского автоконцерна. В трех предыдущих поколениях эта машина разошлась по территории России огромным тиражом. А вторая генерация, получившая приставку XL, до сих пор пользуется популярностью у народа. Тем интереснее будет сегодня посмотреть, во что превратился Outlander к актуальной четвертой генерации. Встречайте. Mitsubishi Outlander четвертой генерации появился в 2021 году. У себя на родине, на японском рынке, эта машина представлена сугубо в гибридной разновидности. Основа гибридной установки которой составляет 4B12, двигатель объемом 2,4 литра на 133 лошадиные силы в паре с электродвигателями. Ну а на остальные рынки, в том числе на рынок Соединенных Штатов Америки, эта машина поставляется с бензиновым агрегатом. Объемом 2,5 литра на 184 лошади, вариаторной коробкой передач и полным, либо опционально передним приводом. Наш сегодняшний экземпляр как раз американец 2021 года выпуска полноприводный. Четвертый Outlander автомобиль не маленький, длина кузова этой модели 4,71 м, ширина 1,86 м, а высота 1,74 м. При этом колесная база составляет 2,70 м, как у иных седанов бизнес-класса. При этом по меркам кроссоверов этот автомобиль не тяжелый, снаряженная масса Outlander 4 генерации 1680 кг. А вес максимального перевозимого груза, естественно, включая пассажиров 670 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то четвертый Outlander окрашен очень тонким слоем. Разброс показаний толщиномера для родной краски в данном случае будет лежать в диапазоне от 77 до 95-100 микрон край. Обзор автомобиля внутри по традиции начинаем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает довольно большая по площади пятая дверь, снабженная электроприводом. Этот Outlander 7-местный. Объем багажника при поднятом третьем ряде 311 литров. Это очень немного. Вооружимся рулеткой и начнем разбираться с линейными размерами. Ширина проема багажного отделения по его средней части в данном случае 108 сантиметров. Ширина в самом широком месте по задней части грузового отсека 1,35 метра. Ну а расстояние от заднего борта до спинки поднятых сидений третьего ряда всего 37 сантиметров. Однако в большинстве случаев Outlander все же будет пребывать в пятиместной конфигурации. Поэтому складываем спинки сидений и повторяем замер. В таком варианте расстояние по полу от спинок сидений второго ряда будет до крышки багажника 96 сантиметров. Ширина багажного отделения по его средней части 104, а высота от фальшпола до крыши 79. По конфигурации объем багажника четвертого Outlander 934 литра. Но если вам надо увезти очень много груза, вы конечно можете сложить спинки сидений второго ряда. И тогда объем багажника здесь составит 2237 литров. Складываются они при помощи удобных ручек прямо из багажника. В ровный пол сидения здесь не падают. Небольшой наклон все же присутствует, но при таком варианте длина багажника увеличивается до 1 метра 80 сантиметров. А максимально длинный груз, если его просунуть между креслами до передней панели, это 2 метра 68 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств в багажнике четвертого Outlander, то это крючки, за которые можно зацепить сетку, либо пакеты, чтобы они не летали по багажнику, плафончик освещения по левой стороне, а также 12-ти вольтовая розетка на панели справа. Под фальшполом у нас располагаются подголовники для сидений третьего ряда, а также набор штатного инструмента. Что касается запасного колеса, его здесь нет. Есть только ремнабор, герметик и компрессор, как на автомобилях для внутреннего японского рынка. Что касается салона четвертого Outlander, попадая сюда, отмечаешь, что по части удобной посадки за рулем Mitsubishi Outlander полностью сохранил преемственность поколений. Сидение очень удобное, у него очень хороший профиль, выраженная боковая поддержка, касается это причем не только спинки, но и подушки сидения, а также отделка салона в данном случае комбинированная, боковушки кожаные, а центральная часть напоминает алькантару. Сидение не скользкое и при этом в меру мягкое. Рулевое колесо здесь радует сочетанием небольшого диаметра и приемлемой толщины, плюс имеет эргономичную форму, отделку кожи и при этом не скользкая. Что касается диапазона регулировок, водительское сидение в данном случае имеет электрорегулировки, и диапазон этих самых регулировок здесь очень и очень большой. Если отодвинуть сидение максимально назад и опустить его вниз, я полностью выпрямляю левую ногу в колени, а мой рост 1,86 м. Так что для комфортной посадки за рулем мне пришлось пододвинуться ближе. Что касается рулевого колеса, то регулировка здесь есть, она механическая, и диапазон ее очень и очень даже немаленький. Поэтому подобрать удобную посадку за рулем этого автомобиля, скорее всего, получится у людей любой комплекции и роста. Но надо отметить, что ощущения сверхпростора здесь нет. Зато есть ощущение конкретной защищенности. На это работают и широкие стойки, и высокая линия бокового остекления. Что касается опоры под локти, под левой рукой у водителя есть удобный подлокотник на дверной карте, отделанный кожей, а справа широкий подлокотник, также отделанный кожей, по совместительству выступающий в роли крышки центрального бокса. По части клавиш и органов управления, если говорить про клавиши физические, стоит сказать, что их здесь немного. Стандартный блок стеклоподъемников на левой двери, все четыре стекла с автоматическим режимом. Пульт управления боковыми зеркалами, складывания, кстати говоря, здесь нет, но, возможно, это специфика именно американской версии, и управление центральным замком. Слева от руля в нашем случае всего две клавиши, это регулировка яркости подсветки приборов и кнопка открывания багажника. Подрулевые переключатели на своих местах пользоваться ими удобно, тянуться не надо, хотя в нейтральном положении они по большей части перекрываются рулевым колесом и подрулевыми лепестками. На самом руле два блока клавиш, с левой стороны все, что имеет отношение к мультимедийной системе, громкость переключения каналов, меню бортового компьютера, а справа управление телефоном, выбор дистанции для радарного круиза и сам переключатель системы круиз-контроля. По центру приборной панели доминирует огромный экран мультимедийной системы, на которой выводится картинка, в том числе, с камер кругового обзора. Непривычно маленькая здесь кнопка запуска остановки двигателя, зато с панели управления климатом полный порядок. Температура здесь регулируется при помощи удобных поворотных рукояток, а режимы обдува и скорость вентилятора при помощи физических клавиш. У этого автомобиля также есть подогрев лобового стекла и подогревы передних сидений, которые могут работать в одном из трех положений степеней нагрева. Внизу под панелью климат-контроля у нас несколько разъемов, стандартный USB, мини-USB разъем и 12-вольтовая розетка. Селектор коробки передач в данном случае выполнен в виде джойстика, причем к его алгоритму работы нужно немножко привыкнуть. В этом плане он чем-то напоминает селекторы на BMW, начиная с E60 и моложе. Справа на консоли у нас располагается клавиша включения-выключения стояночного тормоза и активация функции автоудержания автомобиля на месте. Полезно при стоянии в пробках. Ну а режимы работы трансмиссии машины теперь выбираются при помощи поворотной шайбы. Режимов здесь несколько. Это экономичный, стандартный, трасса, грязь, снег и каменистая местность. Что касается подстаканников, полочек и прочих мест для хранения. В центральном боксе есть небольшой отсек. Правда, не сказать, что он слишком глубокий или большой по площади. Два подстаканника центральной консоли. Есть полка, куда можно положить мобильный телефон. И основной бардачок у 4-го Outlander очень и очень даже компактный. Положить туда что-то, кроме пачки документов формата А4, будет, пожалуй, проблематично. Зато на потолке предусмотрен футляр для очков. А внизу дверных карт есть маленькие кармашки, передняя часть которых отформована под бутылочку. Объемом около 0,5 литра. Что касается, например, панели приборов, то в данном случае к ее читаемости вопросов нет. Здесь 4 аналоговых прибора. Спидометр, тахометр, температура двигателя и уровень топлива. И огромный дисплей бортового компьютера посредине. Шрифты читаемые. Подсветка белая. Глаза не раздражает. Пользоваться всем этим делом удобно. Что касается обзорности. С обзорностью вперед, в целом, все в порядке. Хотя лобовое стекло здесь узкое. Сказывается большой наклон и небольшая высота. Капот видимый. В том числе это касается и боковых, и передних габаритов автомобиля. Боковые стойки широкие. Поэтому при повороте нужно быть внимательнее. В слепой зоне вполне может спрятаться пешеход. Линия бокового остекления даже при моей регулировке кресла кажется высоковатой. Ну а с обзорностью назад и вообще при маневрах очень помогает круговой обзор. Картинка высокой четкости выводится на центральный дисплей. А вот про боковые зеркала сказать что-то хорошее здесь не получится ввиду американской спецификации автомобиля. Левое зеркало здесь абсолютно плоское. Как того требует законодательство США. Соответственно и угол обзора абсолютно никакой. В какой-то степени ситуацию спасает то, что автомобиль оборудован системой мониторинга слепых зон. Ну а теперь давайте посмотрим как обстоят дела на задних рядах. Что касается заднего дивана четвертого Outlander. В отличие от передних сидений задний диван здесь абсолютно плоский. Это касается как подушки, так по большому счету и спинки. Три человека здесь разместятся свободно. Тем более что тоннель на полу практически отсутствует. Он есть, но очень небольшой высоты. При росте метр восемьдесят шесть я сажусь сам за собой и колени не упираются в переднее сидение. Хотя расстояние до него остается очень небольшое. Где-то примерно около сантиметра. Запас пространства над головой здесь есть. И он весьма неплох. При том, что сейчас спинка сидения стоит в максимально вертикальном положении. А ее можно регулировать. Если отклонить ее немножко назад, становится комфортнее. Опора под левую руку заднего пассажира здесь есть. Это такой же отделанный кожей подлокотник на дверной карте, как и спереди. А вот чтобы получить опору под правую руку, нужно будет сложить центральную часть заднего дивана. Тогда вы получите дополнительно еще и два подстаканника. В целом, нужно сказать, что сидеть здесь удобно. И в дальнюю дорогу на этом автомобиле задним пассажирам отправляться можно. Кстати, задний диван, как и на Outlander XL, здесь регулируется по длине. Правда, сделано это, скорее всего, с расчетом на то, чтобы на третьем ряду мог поместиться хоть кто-то. Потому что, максимально придвинув вперед заднее сидение, говорить о каком-то запасе места для ног уже не приходится. А из дополнительных удобств для задних пассажиров только дефлекторы вентиляции и очень небольшая полочка. Ну, а что касается положения пассажиров третьего ряда, то оно, мягко говоря, незавидное. Только если эти пассажиры не маленькие дети. Места для ног здесь нет, в принципе. С учетом того, что сидение второго ряда сдвинуто максимально вперед. Однако для пассажиров третьего ряда, если таковые, все-таки отыщутся, производитель предусмотрел как ремни безопасности, так и собственные подстаканники. Что касается начинки подкапотного пространства, то в данном случае здесь располагается единственно возможный двигатель для американской спецификации автомобиля. И двигатель этот отнюдь не Mitsubishi. Это мотор от Nissan. Его индекс PR25DD. Объем 2,5 литра. Мощность 184 лошадиные силы. Крутящий момент 245 ньютон-метров. Это алюминиевая рядная четверка с двумя распредвалами. Фазовращатели стоят на обоих валах. Привод ГРМ цепной. Гидрокомпенсаторов здесь нет. Система зажигания с четырьмя индивидуальными катушками. А из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, непосредственный впрыск топлива с ТНВД. И система EGR. Поскольку двигатель отвечает современным стандартам экологии Евро-6. Объем заливаемого в этот агрегат масла 5,1 литра. Вязкость 5В30. Бензин ему положен 95-й. Этот мотор еще относительно новый. И пока какой-то массы нареканий по данным двигателям нет. В том числе и по зарубежной статистике. В целом можно прогнозировать, что при должном обслуживании этот мотор проедет порядка 300 тысяч километров пробега. Прежде чем отправиться в ремонт. Несмотря на то, что двигатель новый, ставится он в несколько моделей. В том числе в Nissan X-Trail, Nissan Rogue и Nissan Altima. Все для американского рынка. Из немногочисленных жалоб на данный агрегат, пока это образование нагара на впускных клапанах, благодаря прямому впрыску топлива. И, собственно, система EGR, которую нужно иногда чистить. Что касается коробки передач, то на этом автомобиле может быть только вариаторная трансмиссия. Ее индекс у Mitsubishi F1CJD или W1CJD. Для переднего и полного привода, соответственно. А в девичестве эта коробка носит наименование GF022E. И это вариатор фирмы Jatka, который также можно обнаружить и в Nissan X-Trail. Это современная коробка, появилась она в 2021 году, и вариатор этот цепной. Как это часто бывает со свежими агрегатами, большая часть жалоб владельцев на некорректную работу исправлялась дилерами при помощи прошивки. Однако, по большому счету, жалоб на надежность 0.22 вариатора от Jatka пока не накопилось. Замена жидкости раз в 50 тысяч километров пробега, а сама рабочая жидкость здесь Nissan NS3. И рассчитана эта коробка на крутящий момент до 330 ньютонометров. То есть, применительно к данному силовому агрегату, работает она с хорошим запасом прочности. Так что свои 250 тысяч километров до переборки всяко должна проехать. Ну а перед тем, как посмотреть на четвертый Outlander снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для американской версии 211 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это на самом деле. Низшая точка автомобиля в данном случае под защитой моторного отсека, и до нее как раз 21 сантиметр. Расстояние до края переднего бампера будет побольше, порядка 25, а до брызговичка в передней части 20, до порога за передним колесом 27 сантиметров. Задняя часть выше, до задней части порога 28, а до края заднего бампера от поверхности земли 31 сантиметр. Чуть ниже этой отметки висит банка глушителя, подвешенная поперек. Но в целом, с учетом коротких свесов этого автомобиля, геометрическая проходимость для кроссовера у четвертого Outlander отличная. Что касается подвески четвертого Outlander, передняя подвеска этого автомобиля реализована по классической для большинства массовых моделей с феми Макферсом. Нижние рычаги в данном случае алюминиевые, а шаровые опоры здесь выполнены как неразъемное целое с рычагом, так что при износе шаровых менять придется весь рычаг в сборе. Впрочем, от современного автомобиля это вполне ожидаемый конструкторский ход. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь, кстати, весьма солидного сечения, а стойки стабилизатора металлические, при этом очень длинные. Кстати говоря, при демонтированном колесе доступ к креплениям стабилизатора для замены втулок здесь весьма неплохой, правда делать это придется все же сбоку. Рулевая рейка на четвертом Outlander уже электрическая, здесь электроусилитель, соответственно, рейка сухая и никаких протечек рабочей жидкости у вас не будет никогда. Что касается антикоррозийной обработки этого автомобиля, то по части лонжеронов можно констатировать, что кроме шовного герметика здесь нет абсолютно ничего. Какие-то следовые количества антикоров присутствуют на днище автомобиля, но не на порогах. Пороги здесь абсолютно чистые от какой бы то ни было дополнительной обработки. Зато днище этого Outlander закрыто очень плотно разного рода защитами, пластиковыми, войлочными, напоминающими подкрылки на 8 и 9 цивике, и термозащитными экранами. В задней части автомобиля мы также видим топливный бак, он здесь пластиковый и объем его 55 литров. Бак состоит как бы из двух половин, между которыми проходит кордан. Здесь же мы видим довольно компактный задний редуктор с муфтой полного привода и электронасосом, на котором красуется наклейка Made in China. К вопросу о глобализации производства компонентов. Задний стабилизатор на этом автомобиле, в отличие от некоторых других моделей, не то что не тоньше переднего по сечению прута, а, пожалуй, еще более основательный. Но доступ к его компонентам для замены здесь абсолютно эталонный. Задняя подвеска у Outlander это по-прежнему многорычажка, соответственно, когда эти автомобили будут поступать в продажу на вторичный рынок уже с большими пробегами, внимание к сайлентблокам здесь нужно будет пристальнее, поскольку их тут много. И не только к сайлентблокам, но и к шаровым опорам задней подвески тоже, ибо они здесь также присутствуют. А вот амортизатор и пружина разнесены отдельно друг от друга. Тормоза на автомобиле вкруг дисковые, ну а стояночный тормоз, как уже было упомянуто, электрический. Таким мы увидели сегодня новый Outlander 2021 года выпуска. Это четвертая генерация модели, спецификация для рынка США. С 2,5-литровым бензиновым двигателем на 184 лошадиные силы, вариатором и полным приводом. Если у вас уже есть подобный Outlander, неважно в какой из версий и вы проехали на нем уже достаточно, вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые выбирают из подобных свежих кроссоверов, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Ну а если вас заинтересовал именно этот экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода этого видеоролика машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию уточняйте по контактному телефону, который указан в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp, так что звоните, пишите, не стесняйтесь задавать вопросы. Если обзор понравился и оказался в чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте указывать, какие машины вы хотели бы посмотреть в наших обзорах в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!